Добрый день, друзья! В этом видео я хотел еще раз остановиться на освещении, освещении рабочего места художника, да и просто на насколько важно освещение в повседневной жизни человека, искусственное освещение. Совсем недавно, так получилось, что совсем недавно я отснял видео про люминесцентные лампы, Philips Graphica, и еще есть одни лампы на рынке для художников. Посмотрите это видео, оно очень информативное, нынешнее видео и то видео связано, посмотрите обязательно. Лампы Philips Master Graphica достаточно дорогие, Osram, вспомнил это название, Osram немецкие лампы чуть-чуть дешевле, но все равно делать вот такую батарею, вот она у меня, 18 штук, очень дорого. Я не помню, считал, по 40 с чем-то или по 60 тысяч обошлось мне это все. Повторюсь, свет чрезвычайно качественный, при процессе живописи я их включаю обязательно, при повседневной жизни, я их не включаю, немножко экономлю, все-таки вот эти лампы люминесцентные, они немножко деградируют со временем, у них садится свет, освещение, и возможно качество света немножко, цветопередача чуть-чуть страдает. Извините за кошек. К своему стыду я не знал, что есть лампы светодиодные, что появились лампы также с высоким индексом цветопередачи. До этого я пользовался вот такими обычными, вот, например, Гаусс, я их все время ставил целые батареи, у них по паспорту освещение, то есть индекс цветопередачи 80 и больше процентов. Вот я вставлю окошко, что такое индекс цветопередачи. Вот, итак, так вот, вот эти лампы по факту они никуда не годятся. Казалось бы 80, на самом деле 80, но когда ты при них работаешь, тебе всегда не хватает вот этих оттенков, то есть работа при искусственном свете всегда отличается от того, что ты увидишь завтра при дневном свете. Всегда. Ну, не кардинально, но по некоторым цветам действительно кардинально. По бирюзе, что у нас? Ну, красный обычно очень сильно уходит, бирюза, фиолетовый очень сильно просадки. Вот. Так вот, к своему стыду я не знал, что появились лампы два-три наименования с очень хорошей цветопередачи, светодиодные. Это мне подсказал один из моих подписчиков как раз-таки в комментариях к видео вот к этому про люминесцентные лампы. Вот. Вот их два вида, вот я их покупал три вида, но один мне не понравился, остановился на двух. Навигатор Supervision — это американские светодиоды, дорогие лампы, очень качественные, я чуть подробнее про них расскажу, но основную батарею я себе собрал из ламп Remis. Это российский производитель, немецкая юрисдикция, но производитель российский, чему нельзя не гордиться. Очень качественный свет. Да, еще вот я не досказал. Цветопередача тут 80, ну казалось бы, ну там по 20 процентов. Нет. Когда они горят, я как бы веду достаточно много времени вот в этом помещении, у меня были тут батареи вот этих ламп, я выбирал вот эти Гаусс, ну как бы они считаются подороже немножко, вроде бы как покачественнее. Ты работаешь при них, брал я температуру разную, но остановился на 6500 Кельвина, это холодный достаточно свет, он не очень комфортный для повседневности, но рисовать именно при таком освещении желательно, при холодном, чтобы освещение более-менее сравнивалось с освещением пасмурного неба. Это как раз таки 6500 и больше, там 7500 Кельвина. Вы можете сложить листок бумаги белый и сравнить пасмурный свет от окна и при вашем освещении, желательно, чтобы температуры совпадали. Ну или немножко, вот 6500 Кельвина будет немного теплее, чем свет от пасмурного окна. Как ни странно, здесь будет более голубой, тут такой желтоватый немножко цвет. Вот, то есть, так вот, работая при этих лампах, и живя при этих лампах, собственно, в повседневности, у тебя неприятные ощущения, вот как бы, ну не то, это не физиологично человеку. Вася, цвет неестественный. Почитав, вот подписчик меня натолкнул на сайт, очень полезный сайт, почитав, перейдите, он небольшой, там есть российский наш сайт, LampTest, называется, ссылочку я дам в описании к видео, там обзоры большинства ламп на рынке, ну таких ходовых, в том числе, вот таких, 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 вот таких, вот этих. Очень грамотный парень с оборудованием тестирует объективно все вот эти вот лампы на цветопередачу, на потребление, на пульсацию, что важно. Вот, может, забуду, здесь пульсации ноль, абсолютно ноль, не пульсирует, что для зрения важно. Вот. Натолкнул меня на этот сайт, я почитал и нашел вот эти лампы. К своему стыду я не знал, что есть лампы не на синих кристаллах, то, что вот эти лампы на синих кристаллах, я знал, что есть лампы на фиолетовом кристалле. То есть, как устроен светодиод, это площадка, которая светится определенным светом длины волны, вот этим голубым цветом, таким ярко-голубым, данные лампы фиолетовым. В чем недостаток вот этой лампы, кроме как низкая цветопередача, относительно низкая, она действительно низкая, для живописи не годится, для тонкой передачи света не годится абсолютно. Недостаток еще тот, что у этих ламп, особенно у холодного света, очень большой так называемый синий пик. Я даже вам зачитаю, насколько он, по сути, вреден. Я и не знал про это. Так вот, я просто зачитаю и в нескольких источниках вот эту мысль. Ученые утверждают, что большая интенсивность синего цвета у обычных светодиодных ламп с нейтральным и холодным светом приводит к деградации сетчатки и ухудшению зрения со временем. Это особо не доказано, но это везде, почти везде. Доказательств таких нет, но это скорее всего склоняются к этому. Как это устроено? Где-то я читал объяснение, что наш хрусталик реагирует на общее освещение, то есть на все, на количество света. Вот, например, у тебя тысяча люминов есть, хрусталик раскрылся, но он не учитывает то, что синий пик сильнее, чем общее освещение, то есть он в процентном отношении выбивается, и вот этот раскрытый хрусталик, то есть он больше пропускает именно синего цвета. Как-то так было объяснение. И вот этот синий цвет, увеличенное его количество, незащищенный глаз, незащищенный хрусталиком, то есть больше экспозиция синего на сетчатке как раз-таки выжигает нам наши колбочки и палочки. Как-то так. Повторюсь, не доказано, но ученые склоняются к этому. Здесь этого не происходит. Я также вставлю спектры холодных и теплых ламп. Вот холодный, в данном случае, вот эта 5700 Кельвина лампа, у нее как раз-таки три вот этих волны, почти одинаковые, синий, красный и зеленый, у них одинаковые, плюс-минус одинаковый спектр. Вот и на коробочке этот спектр нарисован, то есть здесь все более-менее гладко. Что еще хочется сказать по вот этим лампам? Свет у них, когда я их купил, я ничего не рекламирую, хотя я вставлю, наверное ссылку не буду вставлять, я их покупал на Озоне, покупал много. Кстати, скажу, почему много. У них маленький КПД, примерно в два раза ниже, чем у таких ламп. То есть один ватт мощности, по-моему, по памяти такая обычная светодиодная лампа дает 120 люмен, кажется так. Вот это в районе 60, плюс-минус в два раза меньше. Вот эти лампочки 7 ватт, их нужно автоматически умножать, точнее делить. 7 ватт лампочкой, это примерно то, что вы купили обычную лампочку, 3,5 ватта. То есть ламп нужно много, особенно для наших, для живописи. Ну, знаете, нужно, освещение должно быть достаточно, у вас не должно быть впечатления, что вы во что-то всматривайтесь. Это очень важно. Я уже в прошлом видео говорил, это примерно 1000 ватт, ну, полторы люмен на поверхность. Купите себе, ну, люксметр покупать не нужно, программку себе поставьте, люксметр вот такого рода. Вот здесь, здесь не очень освещение у меня, чтобы не засвечивало, здесь на поверхности, ну, вот 1000 люкс есть, у вас должно быть на палитре и на поверхности 1000-1,5. Больше не нужно, с этим уже нужно будет справляться. Так я немножко в сторону скажу, если большое, очень большое освещение рабочего места, вы будете видеть каждую тень очень сильно, очень хорошо, и вы будете в тенях очень хорошо, очень хорошо видеть все оттенки, тем самым при обычном освещении вы будете, картина может получиться темной, по опыту вы должны это учитывать. То есть освещение в принципе может и 2000 люкс, вам будет, вам глаза только спасибо скажут, что освещение. Кстати, в обычном пасмурный день, на пленеры в пасмурный день будет примерно 10000 люкс на вашем мольберте, представляете, 8-10000 до 15000 люкс. Если я ничего не помню, я замерял когда-то на пленерах, там очень хороший, в обычном пасмурный, не очень темный день 10000 люкс на мольберте. Так вот, ламп нужно много, то есть здесь КПД вот этого фиолетового кристалл, который плюс еще на нем осаждено два вот этих вот, два люминофора специальных, они садят достаточно сильно освещение. Я купил их, этих ламп, они мне настолько понравились, не представляете, и в работе, и в жизни. Я их купил 80 или 90, я уже не считал. Слава богу, смотрите, они дешевые. Я их на Вайберрис купил, покупал, по-моему, по 150 рублей штука. 150 рублей штука холодных, именно холодных. Сейчас я зашел на Вайберрис, они вообще по 120 рублей. Я с жадности, от жадности, не от жадности, потому что это классные лампы. Я еще 20 штук докупил, просто пускай будут. Хотя они, кстати, не горят. Вот мне как пришло 70 штук ни одной бракованной лампочки. Так они горят, у меня горят они постоянно. Вот они лампы, очень качественная упаковка. Почему они такие дешевые, я вам сейчас скажу такую мысль. У них есть две температуры, вот этот 5700 и 3000 кельвинов, это теплый свет. Народ жалуется в отзывах, и где-то я читал, что зачем Ремес делает такие холодные лампы. Действительно, для повседневности это свет холодный, он такой чисто нейтрально холодный свет. Даже в нем есть какие-то нотки холодного голубоватого цвета, белый цвет бумаги, нейтрально белый, идеально чистый такой эталонный свет. Для повседневности он не очень хорош. Я так думаю, что Ремес, изготовитель, прислушался, и он, наверное, распродает вот эту партию. Золот, наверное, партия большая, может готовиться делать две линейки, 3000 и, например, 4500. Вот так вот, она более-менее холодный свет, но он такой нейтрально холодный, а этот уже читается как холодный свет. Так что, если найдете эти лампы на Viberes, они на Viberes, по-моему, на Зоне продаются, на Яндекс.Маркете я их не видал, покупайте, покупайте много вещей, классные. Снимайте колпаки. Кстати, колпаки лучше снимать. Примерно сэкономите процентов 50-60 будет больше света. Будет немножко бликовать побольше, все-таки вот эта поверхность больше, чем... Вот так они просто снимаются, даже женщина спокойно вот с таким ножиком не очень острым. Вот так, силикон, здесь герметик какой-то. Вот так все. Вот у нас тут свет, 7 вот этих светодиодов замечательных. Вот как она устроена. Конечно, вот так бликовать будет больно. Если смотреть на лампы, на открытые вот так, это не очень приятно. Ну, а что на них смотреть? Вот я вставлю видео или фотографии поставлю, как я сделал себе. Не очень аккуратно, такие просто из подручных материалов. Потом со временем будет время, конечно, сделаю поаккуратнее себя. Две больших панели, одна для направленной на мольберт. Я купил такие с поворотом эти патрончики. Тоже вставлю фотографии, они с поворотом, их можно... Я и деревяшки сделал под 45 и еще повернул на мольберт. 30, по-моему, считал, я уже забыл, 37, по-моему, ламп у меня вот этих светит на мольберт. 27 в сторону дивана. Вот у меня вот там диван, зона отдыха, здесь у меня рабочая зона. Плюс вот эти две панели распаяны по две зоны, на два выключателя, то есть можно, например, 40-60 процентов и вместе включить, то есть небольшую секцию, большую секцию и обе секции, то есть в зависимости от темноты за окном. И еще 18 ламп у меня в центральном светильнике расположены вот таким образом. Поскольку они маломощные, я по три штуки вкрутил в такие есть специальные переходнички, тройники. Сейчас, минуточку, ко мне пришли. Так, вот немножко прервался, забыл, на чем остановился. Что еще сказать про эти лампы? Светодиоды типа Sunlike очень качественные, они слабо нагреваются. Как известно, лампы вот эти, горят они прекрасно, то есть перегорают от температуры. Именно температура, нагрев лампы и там диодный, не диодный мост, а там вставлю, что там, которая обеспечивает низкий уровень пульсации, перегорают лампы. Здесь же не перегорают, поскольку светодиоды, что-то 87, я их сам мерил, и там на сайте их мерили, они слабо нагреваются. Более того, со снятым колпаком этот нагрев минимизируется, и в таком положении они, конечно, прослужат, может, действительно пять лет и прослужат, может, и больше. Повторюсь, вот эти все семь, моя батарея из вот этих и вот этих ламп, пока что ни одна не вышла из строя, горят они у меня постоянно. Ну, непостоянно очень много. Свет, вот остановлюсь, еще вот то, что я так немножко сумбурно рассказываю, то, что вот это светильники горят, свет неприятный, для работы не годится никуда, ну, то есть это земля и небо, вот при этом работать и при вот этом. Это почти естественный свет, вот я вам скажу, но и для, так сказать, для жизни. Вот при этом свете те впечатления всегда, а они у меня яркие достаточно были, у тебя всегда желание выключить, вот такой вот подсознательный, ну, такой неприятный свет такой вот. При этом свете ты включаешь, с утра приходишь, включаешь, зажигаешь свет в комнате, и у тебя вот приятное ощущение, даже несмотря на то, что на улице какая-нибудь пасмурная погода, здесь такой действительно приятный немножко солнечный свет. Это влияет на настроение. Повторюсь, я ничего не продаю в данном случае, это так оно и есть. То есть хороший, яркий свет с правильной цветопередачей влияет на настроение. Возможно, субъективно, ну, как бы это до того очевидно, что вот я бы про это не говорил, если бы я сомневался. Это очевидно. Ты включаешь свет, у тебя приятное ощущение. У меня тут в углу цветы начали расти, они у меня стояли, мы тут их поместили, они тут при таком свете, при вот этих светильниках они немножко чахли, при вот таких. Здесь же они хорошо себя чувствуют. Вот. Что еще? Я поставил их, как уже сказал, много достаточно, но я их разбавил вот такими лампами. Все-таки холодный свет, он такой немножко совсем холодный, ну, как бы не он, повторюсь, он примерно даже теплее, чем пасмурный. Вот если сейчас будет пасмурная, сейчас переменно облачная, если минутка будет пасмурного состояния, я сделаю маленький тест. Вот. Так вот, свет холодный, действительно, такой немножко прохладный. Его я разбавил навигатором. Это американские светодиоды. Вот эти лампы дорогие, что-то 600 рублей или 400. Я их поставил немного. Три лампы я добавил вот такие вот, тут тоже 97% цветопередач. Также есть обзор этих ламп на ламп-тесте. Почитайте. Это 9-ваттные лампочки. Они теплого света, по-моему, 3000 кельвинов. Ну, около того я уже не вставлю, сколько там кельвинов. Они разбавляют очень хорошо вот этот свет. То есть они делают такой приятный, действительно, такой немножко солнечным цветом. Здесь у меня в зону отдыха немножко теплее, здесь немножко похолоднее. Здесь, по-моему, две таких лампы, две или три. И также, поскольку здесь процент больше, вот эти лампы, освещение похолоднее вот сюда. Вот то, что нужно. Холодный, приятный свет. Вот такой вот, как свет из окна с легкой теплинкой. Плюс у меня горит вот с правой стороны вот это на люстре. Светильники на потолок светят, и такой холодный свет дают к отсветочку с правой стороны, чтобы не было перекоса, большого перекоса освещения с левой стороны. Здесь больше освещения, меньше, меньше, меньше. Тут немножко нивелирует вот этот вот свет. Да, еще на тестах вот эти лампы показали одну такую важную вещь. Световой поток 9-ваттной лампы, ну вот именно вот этой, Sunlight, после тысячи часов работы упал всего на 0,9%. Это отличный результат, который может предположить, что эти лампы долго прослужат в плане своей светоотдачи. Замечено, что вот такие лампы, а я люблю мощный свет, у меня по всей квартире мощный везде много света, ты ее вкрутишь, поменяешь лампы, они первый месяц, да не первый месяц, а первую неделю, горят хорошо. Потом такое чувство, что падает освещение процентов чуть ли не на 20, чуть ли не на 30. Вот такое чувство, что вот у меня буквально на кухне, вот я буду делать, менять весь этот свет, темно. Сразу я включал светло, видно все на кухне, много света нужно. Сейчас там темно, прошло полгода, надо менять лампы. Или добавлять что-то, или менять. Если при 1000 часах выработки 0,9% световой поток упал, то, конечно же, это, ну, пускай даже там и 3, и 5% упадет, но это на очень большом отрезке времени. И, скорее всего, вот этот люминофор также от щадящего режима, а здесь инженеры подобрали именно щадящий какой-то режим драйверов вот этого, и температура на диоде не горит. Скорее всего, люминофор не перегорает, и качество вот этой вот цветопередачи будет со временем сохраняться, не память. Вот, так что очень советую сделать себе свет, то есть это уже, если вы найдете по вот этой цене вот эти лампы, вы сделаете батарею, пускай не такую большую, вам, конечно, 70 не нужно, это я уже просто от такого максимализма своего там сделал многое. Достаточно, ну, может быть, 30 ламп. Что важно еще тут, понимаете, они-то светят хорошо, если их близко поставить, будет вообще хорошо. А, кстати, отвлекусь, я когда купил, я жене поставил рядом с лампой, рядом с зеркалом, там, где она там вот это вот все красит, она сказала, что очень хороший свет. Вот сразу почувствовала, что свет хороший. Нужно озадачиться ей тоже поставить в рабочее место, ну, зона, где она там делает макияжи свои, вот этот свет. Кожа, действительно, кожа руки при этом светит, и видишь каждые и голубые оттенки, и такие, и все вот эти вот, все естественные, ну, как при дневном свете. При обычных лампах этого не видно. Вот, так вот, повторюсь, при квадрате расстояния, можно близко поставить, но мы должны учитывать квадрат расстояния, здесь у меня около двух метров и более от поверхности до ламп, у меня высокий потолок. Это нужно чуть близко не ставьте, поэтому желательно большое количество света, и к тому же, поскольку они маломощные, ну, то есть вот эти вот там 30 ламп, если вы купите, вы их сделаете на какой-то достаточно большой площади, ну, вот как у меня на какой-то, на вот этих досках, блик, бликов нет жестких, то есть это такая, как бы, светящаяся полоса, и тень не четкая, а такая немножко расплывчатая от кисти, и вот, собственно, от фактуры, от фактуры краски. Ну, краска Холфт имеет фактуру, она не очень рябит. В отличие от того, я помню прекрасно, когда у меня стояли 2-3 лампы мощных, таких я еще по 50 ватт покупал большие, вот такие, знаете, есть такие огромные лампы, и они вместе стояли у меня, и буквально даже каждая пупырышка на холсте давала свою тень, и все это было жестко, глаза уставали. Здесь же вот это вот протяженное освещение дает мягкую тень, плюс подсветка светильника у меня основного также дает свою подсветку. Все это мягко, глаза не устают. Вот. Ну, как бы, вот такая вот история. Итак, налетела тучка, наверное, успею снять быстренько тест, сравнение. Так, скажем, экспресс-тест. За окном не совсем пасмурная погода, но такие, облачность. То есть синие рефлексы от неба немножко присутствуют, но можно пренебречь. Я тут не про сравнение температуры, а сравнение именно насыщенности, какую дает лампы. Лампа и, ну, можно сказать, талонное небо. Итак, выкраска. Акриловая выкраска, базовые цвета яркие. Ставим на... Вот так ставим. Сюда попадает только свет неба. Здесь комната... Света нет в комнате. Второе окно завешано. Небольшие рефлексы, которыми можно пренебречь. Итак, ставлю лампу Ремес. 5700 кельвина, 97, кажется, индекс цветопередач. Так, вот колпачок. Поставим. Вот. Так, экспозицию сразу выставляю, чтобы примерно одинаковое было количество света оттуда и оттуда. Вот на белом видно немножко температура разная, но, повторюсь, мы не о температуре здесь, а о насыщенностях. Так, сравниваю. Сразу желтые. Примерно такая же насыщенность, только единственное, немножко температуры разные. Оранжевая насыщенность такая же. Красный. Самый проблемный свет. Так, что-то у меня там каратит в лампочке в этой советской. Так, красный свет, самый проблемный. Не вижу провала. Такой же насыщенность. Насыщенность такая же. Зеленый. Ну, по-зеленому и вот таких лампочек проблем нет. По бирюза. Бирюза самый проблемный свет. Гляньте, старое видео там более подробно, развернуто показываю. Проблемный вот этот, вот этот был, вот этот и вот эти вот проблемные. Бирюза. Также не вижу разницы в насыщенности. В температуре вижу насыщенность такая же. Синяя такая же. Фиолетовый, темно-фиолетовый примерно то же самое. Вот этот цвет такой же насыщенный. По насыщенности такой температуры немножко разная. Коричневый, да, очень важный цвет. Вот по-коричневому, ну, может, минимальная просадка по-коричневому. Здесь все-таки может быть... Вот так, ну-ка, вот так. А, нет, у меня выкраска вот здесь почему-то ярче. Нет, просадки нет. Вот сейчас вот здесь проседает, вот здесь выигрывает. Камера, наверное, берет. Так, теперь сейчас быстренько поставлю лампочку. Вот такая небольшая нашу лампочку, не очень яркую. Так. Это обычная лампа, светодиодная, самая такая обычная, ходовая, бытовая, так скажем. Так, ну, белый, кстати, вот плюс-минус одинаковые температуры. По-белому ничего не скажу. Желтый в лимонку уходит, поскольку здесь много синего цвета. Синего в спектре, поэтому зеленит всегда. Вот такие лампы зеленят всегда. На видео это, фотографии всегда с зеленым оттенком в помещении. Так, от оранжевого практически ничего не осталось. Какой-то грязно-оранжевый. Здесь вот есть, видите, разница. Красный тоже как будто коричневого добавили в красный. Сравниваем, какая разница. Зеленый примерно тоже самое. Проблем нету. Коричневый. Коричневый. Вот тухленький абсолютно коричневый здесь, яркий. Привернем, проверим. Также, видите, наверное, камера берет. Вот, от коричневого ничего не остается. Вот он коричневый. Дальше. Что еще у нас? Так. Зеленый сказал, то же самое. Бирюза просаживалась. Ну вот она, бирюза такая. Да, бирюза, конечно, сохраняется, ты видишь, но если в сравнении... Вот если мы пишем вечером море бирюзовое, нам нужна яркая бирюза где-то проложена. Мы вечером стараемся, стараемся изо всех сил делаем максимально яркий. А на утро у нас просто дикий цвет будет по яркости в этом месте. Мы очень слишком перенасытим бирюзой, вот этими красками, вот этими, которые просаживают вот такой свет. Синий цвет. То же самое, может даже и ярче, поскольку в этом спектре очень много синего. Синий даже более насыщенный, по-моему, вот здесь, чем вот здесь. Вот такая история. Синий у нас просядет на утро вниз, синий цвет. Фиолетовый, темно-фиолетовый. Ну да, грязный какой-то. Ну, более-менее. Вот этот вот видим яркий, очень яркий, насыщенный здесь. Здесь у нас такой, как будто черного немножко добавили. В общем, все это настолько очевидно, что даже камера, надеюсь, все это взяла глазами. Это, ну, земля и небо. Все на сегодня. До встречи на моем сайте. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует...